так наше первое задание приехали мы в общем за говядиной надо будет его сейчас загружить загрузить в ковш и отвезти в столовую пленку я уже захватил сейчас на ковш накинем пленку ковш там в принципе чистый снег вот так по мелочи куда они его убрали уже никого нету не вижу я я мясо мясо говядина скорее всего они его уже этот на куски расчленили и куда-нибудь сторонку наверно сложили сейчас мы клёнку постелим что они хотят чтобы я прям ковшом туда внутрь заехал в принципе можно меньше таскать надо будет да кстати в холодную погоду датчик моросит ручника то он показывает то не показывали в общем живет своей жизнью я пройду тут нет пакет вон она готовое мясо говядина альберт делу с альбер где переборщил наверно с кленкой очень большой вон она это пыль и и и и и и хорошо хорошо приветствуем с новым годом так перчатки нормально но лучше без перчаток оба мясцов фонарик камеры видео съемка youtube youtube ну можно сказать и так нет youtube алле и здесь мотов масло что лес не знаю сил да лопатка все так руки сквозь нем и поедем альберт это наш хороший человек мясник спрашивают что у тебя на голове а я он на чай горит я фонарик тоже есть грида горит я тут не играть не фонарик камеры говорю а зачем те камеры на дороге что играть в видеорегистратор имеет виду наверно огурняет youtube снимая видать уже такими вещами не интересует смотрит потом спросил на чем не горит поехать обратно игру на зеле можно поехать на такой на то хорошо так ну все сейчас закроем тепло не уходил воду греют для коровки лет вот грязные все работает все поехал давай пока погрузчики тепло хорошо так давай ручник но в принципе уже снял с лампочка иногда вообще не тухнет иногда поздно тухнет аккуратно выезжаем но на лампочку лучше не доверяться лучше знаете как проверять передачу поставил если на холостых вот сам трогается с места значит все нормально ручник распустил а если он не двигается тоже все нечего газовать так ну все поехали в столовой разгрузимся в столовой покушаем на его сразу заодно потому что время обед на где-то на час опаздывать 1236 лет сейчас наверно покушаем столовой и поедем площадку расчищать на полигоне вот кстати полигон да совсем другой вид а чисто абсолютно никаких гор нету здесь теперь никакого навоза никаких претензий начали бы в этом году чуть раньше навозят вывозить все полигоны бы наверно закончили не чаще а весной еще наверно будем возить все хорошо ладно погнали вот мы и приехали с первую передачу поставим сейчас надо будет разгружать это мясо как раз можно пообедать но вы так надо курку снять жарко невозможно и на улице потеплело вот дядя коля едет с обеда наверное не понимая все еще одна переместная нормально и рекоменда что они не понимают игры как они не понимают как мы происходим которые есть короче говоря которые вы тут которые везде что это оба сейчас или подготовим так где там прорезь здесь наверху одного мало тут где прорезь погнали здрасте мясо принимайте всем приятного аппетита всех зафиксировал всех снял на камеру здравствуйте всем приятного аппетита чё куда как покушать давай затащим сначала там немного то мало вообще так друзья товарищи в общем какой у нас сегодня план работы месси надо провести то сегодня сервисники приезжают первые то 250 моточасов в общем надо его прогреть пока туда-сюда покатать зря не катать вот этот трактор надо буксировать ттр ту нашу легендарную в общем он стоял здесь в гараже потом его оттуда прогнали сказали тут без твоего трактора места не хватает другим в общем вытолкнули его на улицу аккумуляторы сели мне кажется он замерзли лопнул вполне вероятно но скорее всего по трубу какой-то я думаю есть там потеки до сбоку до подожди а это с термостат или сверху ой ой с помпыли термостат все-таки а этот масло просто он без лишних пик не тек просто у нас были морозы до 40 градусов минус ну потому что у меня собственный опыт есть у меня прошлом году в девятке тасол замерз так что ну всякое может быть почему мотору хана прокладки хана тасол не будет так расширяться как вода в любом случае ну да согласен чё-то солд никто не знает а ты сейчас хочешь его запустить и машина подцепляем и едем в гараж подожди едем гараж как на чем обратно на чем приедем а сигарем игорь им приедем ну все давай а там еще радиатор наделать у него когда тогда тогда как делай на моде не заводить не заводить как скажите я сюда хотя хорошо выкручил включил он запачкал немножко тут угрыше коврик обогрев как он пока дверь там откроет замерзшую дверь если без ноги еще у него включается передок так грязные перчатки снимаем кстати заметили надо капот впереди замотали встреч пленку вот как вместо типа теплого капота о греша откуда лезет в общем замотали его не просто так сейчас расскажу наверно так цепление тормоз ручник вперед первое так это автомат включен или не включен не могу понять по зеркалам видно вроде плавно трогаемся а сейчас я на ней тройки стою у нее стоял реверс оказывается был включен что думаю не включается на скорости шли гриши на скорости шли гриши чуть назад я сам выйду греши тогда мне лазить через окна микроуску а он уже вышел так у него руль конечно божественно крутится вообще так мотаю тут головой влево вправо что-то кидаешься кого тебе а руль смустить не надо мне так удобно чего мне так нравится не паникуйте проезжает не вижу а говорит еще не чувствую вот туда а тут не проеду будет это приятно работать на месте конечно с погрузчиком не сравнится по качеству вот вот офигенно вообще офигенно вот сцепление еще не помягче было бы или у меня нога не привыкла просто вот вот вон то зашки там еще тяжелее вроде хватит ему хватит ему не хватит хорошо сейчас сделаем так если что не ругайте я как криша не могу тут оперативно раз два я еще не привык натяжку грида вот так тихо в кабине вообще вытянет не вытянет нормально вытянет что не цепляет нормально вытянет что не цепляет на вторую уж вон ну убедя говорят включить сейчас где ему тут а или маячок бля не знаю где у него что включается вообще вот маячок все говорит включил красавчик Ну ладно, как там Гриша говорил, спустим руль. Зеркало, наверное, поправить, чтобы не видно было получше. Так, и вот по поводу встреч пленки. Третью, говорит, сдавь. В общем, Гриша не просто где-то встреч пленку намотал. Когда были морозы, машина там у нас сломалась, которая корм возит. Пока ремонтировалась, попытались на этом тракторе корм возить. Но у него, короче, топливо то ли замерзает, то ли густеет. Ну, в общем, через аппаратуру как-то не проходит, через фильтра, там еще через чего-то. Пробовали там прям вообще самую крутую, какую-то зимнюю солярку, самую жидкую тоже не идет. Вот фильтр немножко, говорит, отогреваешь, едет. На первой передаче еще как-то едет, говорит, его хватает топлива. Чуть повыше, там вторая, третья, он уже крутой не едет, глохнет, в общем. Ну, это надо у Гриши спрашивать. Это я так через, через одного услышал, там, грубо говоря, там могли что-то подправить, исправить. Может, это и неправда. В общем, вот так вот. Ладно, сейчас мы отбуксируем трактор в наш родной парк и приедем обратно на ТО. Две тысячи оборотов. Гриша потом опять будет ругать. Четвертую, тут пойдем же, как еще четвертую. Я просто хотел плавно сейчас этот, четвертую передачу. Чтобы этот рывка не было никакого. Я не знаю, о чем ты говоришь, Гриша. Четвертая. Третью надо. Так было, третий и так. Сейчас. И третий этот. Тихонько разгоняется, обороты растут. 1100. Ой, четвертая. О! Обороты. Ладно, пускай полторы тысячи будет. Да, то Гриша будет ругать опять. О, козуешь там, говорит. В прошлый раз ругала, когда на стенах силы заготавливали. Газовать нельзя, говорит, надо потихоньку. Не студенту, простите, но, наверное. Ладно, потихоньку доедем. Так, приехали вроде кое-как. Ну, нормально, приехали. Сейчас надо ее развернуть. Аккуратно. Так, что, попробую, у меня забуксовало. Одно кулесо переднее и заднее по диагонали. Сейчас он, наверное, этот блокировку мостов включит. И нормально будет. Пускай сам рулит. Надо ему развернуть трактор. Ну, сейчас по снегу хорошо скользит. Даже, наверное, маловато трактор туда. А ты ее загнать хочешь? А как? А как? Прямо похожим, да. Ой-ой-ой. Опасные маневры. Своевку, да? А? Своевку. Ход в пещеру. Спасибо. Добрый человек. Но это здесь вряд ли поможет. Там гололед. Твердый. Ого, нет, не открою. Конечно, не открою. До весны не откроем. А здесь в углу еще хуже. Понятно. Оставляй так. Оставляй. До поры до времени. И тут штыковая лопата и лом. Сейчас. Спасибо. И вот. Субтитры делал DimaTorzok 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 А где? О, да-да Унпакинг? Да А, фары запотели Причем изнутри потеют, Гриша Да Фары изнутри потеют Да, конечно, под такой пленкой Это ерунда Они все думают герметичные, как в автомобиле что? Там уже... Держи Сейчас руки у тебя Они имеют от пола Что там? А? Держи! Держи! А? Выпусти! Пока, дурку найдется Капся! По-любому резинка застрял там кусок резинки Вряд ли вода, наверное, конденсат Снег Универсальное средство обогрева Что за масляные пятна? Я сейчас не пойму, блядь Я в чистом